Кемран Сеидов представляет Блогеры, главным образом представляющие российский сектор блогосферы Да, поговорим все с вами об их заявлениях в большей степени обращая внимание на тех из них, кто представляет такое направление, как армянский лоббизм продвигающий армянскую ложь в души сердца мозги россиян При этом обратим с вами внимание также на то, как играясь с ложью эти самые жилописты проговариваются озвучивая правду Поговорим также о событиях касающихся России, Турции и Ирана Да, этот сегмент уже является неким сформированным союзом в глазах не только вашего слуги но и других экспертов кстати не совсем сторонников азербайджанно-турецкого тандема Поговорим с вами о политике США и о других менее вроде бы весомых но тем не менее важных темах Приступаем и начнемте с первого блогера с первого поста Модес Калеров ЦРУ над Арменией Да, он акцентировал внимание на визит главы ЦРУ в Ереван акцентировал именно с той точки зрения что изменения в политике Армении дескать будет скажем так находиться под давлением Соединенных Штатов Америки в частности выходит по его мнению те изменения по сближению Армении и Турции Армении и Азербайджан насаживается Соединенными Штатами Америки при том что Соединенные Штаты Америки являются антагонистами Турции при том что Соединенные Штаты Америки прекраснейшим образом наблюдают за сближением России, Турции и Ирана странная ложная домогогия иначе я не могу озвучить данную ересь Америка как раз таки была одним из ключевых во первых игроков по созданию кризиса на Южном Кавказе и неужели она решила переиграть данную карту и сделать все чтобы в данном регионе наконец-то воцарился мир а тех агентов которые работали на США по раскачиванию Кавказа оказались за решеткой и их начали бы допрашивать неужели это выгодно Америке в частности ЦРУ не верю Мадес Калеров также попытался напомнить армянской стороне на фоне визита главы ЦРУ о зависимости Армении от России при этом сделал очень просто он указал численность населения армян проживающих в Зангизуре в так называемом Сюнике а также описал количество населения проживающих в Турции на Хачеване и Азербайджане но подождите разве эта численность не была бы не была такой же в пропорциях во время первой Карабахской чего же он сейчас начал намекать об этом ведь когда армяне врали на протяжении 30 лет что они сами дескать захватили земли Азербайджана модесты Калеровы молчали а что же сейчас их сподвигло заговорить об этом дисбалансе в численности населения вопросы 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 продолжим дорогие друзья Валерия Алюнина это я попытаюсь найти более мягкие слова для того чтобы описать данную блогершу поверьте мне мне это будет сделать очень тяжело учитывая насколько некоторые русские бывают большими армянами чем сами радикальные армяне более радикальными армянами чем сами армяне если быть точнее что же вы вдумайтесь что она говорит Арцах так называемый Арцах тире Армения один из толпов нашей безопасности безопасности Российской Федерации России о чем она говорит то есть вот эти два два с половиной миллиона населения являются столпами безопасности 150 миллион России она вообще понимает кого и с кем равняет насколько она этим самым уже унижает Россию и ее не наказывают продолжая свои еретичные еретические посты она также вспомнила и сравнила два события касательно правления Николая Второго как вы знаете Николай Второй за антиимперские позиции у России в свое время осудил Горьгина Нашдэ и Дроссмана Канаяна запретил распространение армянской деятельность армянской церкви конфисковав даже имущество но смотрите в чем подоплека ее высказываний она во первых не говорит о причинах почему Николай Второй осуществил данные жесткие действия нет потому что она прекрасно понимает что если она озвучит причины жестких действий Николая Второго то это очень может не понравиться ее армянским друзьям она убирает этот момент она сравнивает два события и быстро как она пишет откатился назад с тем же антиармянским законом и в 1915 году уже армян спасал но спасти империю он не смог что же она сравнивает что же она кладет на одни весы армян и российскую империю дорогие россияне вам не обидно вы кормите 3 миллиона армян на территориях которые некогда были переданы в состав России вечное пользование проживает народ который оказывается является главным защитником главным форпостом безопасности России я не знаю я не знаю как этим высказыванием отнесутся россияне я бы хотел услышать комментарии от россиян от русских прежде всего мне было бы крайне неприятно мягко выражаясь данное принижение как российского государства так и бывшей российской империи я уж не говорю про сам российский народ но и это еще не все все эти высказывания конечно же данная в кавычках блогерша старается использовать для поддержания так называемого статуса КВОПа Карабаху не давая закрыть данную тему тему целостности Азербайджана которую признал Владимир Путин признали российские политики эксперты кроме таких как Валерия Алюнина и Надей Нараевский вот в частности что сказал Надей Нараевский но как бы он не отрицал имеется ввиду Ильхам Алиев определение статуса КВО самого Карабаха Без этого не решается вопрос никак Интересно Крайне интересно но давайте с вами сейчас попытаемся проанализировать и ответить на ту ересь которую мы с вами только что прочитали на протяжении многих лет при этом я столетий обратите внимание я даже не буду акцентировать внимание на истории данного региона под названием Карабах я буду говорить с другой точки зрения Карабах Азербайджан все земли Азербайджана на протяжении долгого времени находились в составе иранского Азербайджана которым правил род каджаров данный род являлся именно представителем иранских азербайджанцев они правили на протяжении тысячи лет и что-то видимо армян не очень-то как-то гнобили закрывали уничтожали если они там были не так ли и при этом Карабах был в составе выходит иранского Азербайджана не так ли иранского Азербайджана я подчеркиваю но не будем так долго останавливаться вот на этом аспекте а пойдемте дальше и вдруг эта же самая мадам так называемая мадам обращая внимание на другого блогера были и думы вдруг стала противоречить сама себе у нее произошло некое раздвоение личности ведь что же она говорила об Азербайджане дескать Азербайджан должен отпустить так называемый гордый карабахский народ вместе с азербайджанскими землями в свободное так называемое плавание но при этом она же критикует созданную лигу свободных наций в которую вошли такие народы из которых состоит я это россияне как башкиры буряты ингер ман лан ски народы казачество калмыки и татары она говорит ни в коем случае те из представителей этих народов которые вступили в данную лигу они являются предателями предателями России их необходимо наказывать а как же Азербайджан относиться к тем кто решил расколоть Азербайджан гладить поголовки не двуличие ли это не двулична ли позиция вот в этих разнице отношений это вопрос к самой Алюниной правда по понятным причинам она не ответит на него потому что придется обнажить свою пятую точку свое двуличие и свою азербайджанофобию возможно даже тюркофобию не хотелось бы ей бы этого делать не так ли или же признаться что ей платят определенные силы и что ей необходимо отрабатывать те деньги которые вносят на ее счет но вот дальше мы с вами коснемся более интересной темы ведь помните что она сказала не так давно она говорила о Карабахе о конфликте который дескать еще не закончился в своем последующем посту она заявляет что у Ирана успешный опыт обогащения урана скоро может вновь и сильно рвануть Карабах и это очень связанные события для России это будет значить еще одну горячую точку на границах на которые отвлекаться при этом будет нельзя крайне интересный пост потому что мы с вами сейчас перейдем как раз таки к взаимоотношениям России Турции и Ирана но прежде чем перейти к той последующей статье необходимо просто проанализировать следующие моменты какой противник главный противник объединяет Иран Турцию и Россию США в Запад как известно общий враг тем более столь мощный как США объединяет даже крайних противников у Израиля также возникают многочисленные вопросы к Соединенным Штатам Америки и тем более на фоне усиления союза России Турции и Ирана Израиль я об этом уже говорил вполне может примкнуть в случае контроля контроля в момент переговоров между Израилем Ираном и Сирией Турцией и России почему нет но данная мадам говорит что дескать Иран и вспышка в Карабахе может повлиять сыграть злую шутку против России это на фоне сближения России и Ирана и Турции и кроме этого учитывая что Россия закрыла тему Карабаха кто будет являться тем самым дотонатором взрыва Азербайджан который вернул свои земли и уже договорился о выводе армянских вооруженных сил нет то есть это будут союзники России из Армении прав ли я этот вопрос хотелось бы задать Валерии Алюниной и услышать ответ но давайте сейчас как раз таки перейдемте к той статье в которой подтверждаются в свое время высказанные вашим слугой высказывания о сближении Турции Ирана и России Россия Иран и Турция могут развернуться на востоке отношения России Ирана и Турции с США по разным причинам и по разному деградируют готовятся новые геополитические решения крайне интересная статья тем более на фоне не только общего врага не только интересов на Ближнем Востоке не только интересов в частности в Средней Азии и на Кавказе где эти страны тоже пересекаются в своих интересах не так ли на фоне этого есть еще один момент который связывает эти три страны это железнодорожные можно сказать параллели целые параллели целые структуры под названием железная дорога шелковый путь зачем им противостоять и не давать своим государствам прорваться в частности в экономической сфере но по понятным причинам армянские лоббисты данные аспекты стараются не замечать хотя данную статью написал крайне интересная личность которую не назовешь апологетом любви к Азербайджану любви к Турции Станислав Тарасов продолжая наши с вами рассуждения мы переходим к следующей статье президент Турции Эрдоган заявил сейчас мы с вами кстати поднимем самую главную тему в отношении противостояния как ни странно президента Турции Эрдогана и президента США Байдена давайте прочтемте президент Турции Реджеп Тейп Эрдоган заявил что если Финляндия и Швеция не предпримут необходимые шаги для выполнения ее условий Анкара заморозит процесс их вступления в альянс НАТО сейчас вы спросите а при чем здесь противостояние Америки и Турции а ответ крайне простой давайте с вами кое-что вспомним ведь когда Реджеп Тейп Эрдоган говорил о том что Швеция и Финляндия должны не давать статус беженцев политических беженцев курдским представителям курдских банкформирований он также имел ввиду не только курдских националистов но и тех лиц которые находят важным тире собираются планируют свержение Реджепа Тейпа Эрдогана а ведь о свержении данного турецкого президента действительно лидера мировой величины уже в свое время запятнали себя США теперь давайте с вами представим такую интересную картинку простую картинку Швеция и Финляндия стали выдавать Турции тех самых лиц которые участвовали в попытке переворота в Турции что же произойдет когда эти люди эти в кавычках персоны окажутся за решеткой долго ли они будут молчать о своих связях с Соединенными Штатами Америки и с их властями не будет ли это глобальным камнем в расколе НАТО Крайне неприятные моменты то есть Эрдоган как раз таки сыграл крайне тонкую игру против Байдена и видимо ее выиграет потому что давайте теперь представим позицию Байдена по вот этим моментам касательно вступления Финляндии и Швеции в НАТО Альянс давайте представим себе что просто вот охарактеризуем что же будет если США поддержит позицию Турции тогда произойдет суд тогда Турция на фоне выданных Финляндии и Швеции курдских боевиков и тех лиц которые участвовали в перевороте сможет адресовать то же самое заявление самим США о выдаче тех лиц которые действовали против турецкого государства неприятно неприятно дорогие друзья крайне неприятно а что если Америка попытается сыграть и все таки втянуть Швецию и Финляндию без разрешения Эрдогана тогда Турцию придется изгнать из НАТО выбор крайне сложный крайне сложный то есть выбор практически следующий или тотальный раскол в союзе НАТО во время проведения судов над курдскими радикалами и прочими организациями действующими против властей Турции с обвинением многочисленными фактами касательно участия во всех этих деяниях Соединенных Штатов Америки прямо на турецком суде это первое либо включение Швеции и Финляндии в состав НАТО с изгнанием Турции какой же выбор сделает США даже трудно представить и к этому сложному выбору подогнал правительство Байдена правительство США именно Эрдоган игра на высочайшем уровне крайне тонкая Эрдоган не простил те многочисленные антитурецкие деяния властям Соединенных Штатов Америки игра метра иначе и не назовешь следующая статья пост прошу прощения который опубликовал Ереван Today РУС тоже крайне интересный оказывается кроме скажем так Сирии Северной Кореи Абхазии и Южной Осетии так называемые ЛНР и ДНР решила признать Нигерия та самая страна одна из многих кому Россия простила долги многомиллиардные неужели это гордость это уже вопрос к россиянам о деятельности их дипломатических миссий и сравните как действует Турция сравните как действует Англия вроде бы поддерживать с одной стороны санкции против России с другой стороны торгуя с Россией через Индию вот это действительно мастерство продолжим я даже скажу страшную вещь я не удивлюсь если в Россию через Индию будут поступать английские вооружения английская военная техника меня даже это уже не удивит и последнее я уже не буду акцентировать внимание на данной статье это то что сейчас весь мир может стать свидетелем вновь вспыхнувшей холодной войны нет до ядерной кнопки все таки никто доходить не хочет но в отношении железного занавеса я хочу поправить данного блогера о том что это не совсем верно я неоднократно уже объяснял что железного занавеса полноценного в отношении как минимум торговли не будет железный занавес может быть только в связи с посещением россиян государств западной европы и США и Канады это да и то крайне выборочно если говорить про остальные регионы мира Турция навряд ли поддержит данную политику Египет также Китай безусловно не поддержит Индия тоже список данных стран можно продолжать достаточно долгое время поэтому это не совсем железный занавес но это сильнейший удар по экономике России Россия придется видимо смягчить те правила по которым она хочет подписать мирный договор иначе холодная война как-то так дорогие друзья на этом я пожалуй закончу данное видео опять-таки напомню вам чтобы вы не забывали оставить комментарии поставить лайк либо дизлайк подписаться на канал если вы не подписаны если вы подписаны обязательно проверяйте подписку YouTube любит шутить нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео на канале вашего слуги также хочу сказать чтобы вы даже попросить у вас чтобы вы поделились ссылками на видео в соцсетях так как тех людей которые хотят знать правду намного больше чем те кто бывает только в YouTube или только в других соцсетях ну и последнее что хотелось бы сказать что под данным видео как и всегда я оставлю не только ссылки которые мы с вами анализировали но также и данные для оказания финансовой поддержки работы канала и вашего слуги как-то так дорогие друзья на этом все я с вами прощаюсь до завтра завтра будут новые темы новые ознакомления с аналитическими некоторыми мыслями вашего слуги приятного всем отдыха вечера дня утра всегда ваш Сейдов Камран до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...